Владислав, здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Владислав, вот касательно боевых потерь Российской Федерации, цифры просто ошеломляющие. В целом они сходятся как раз и британская разведка, и американские институты изучения войны, и генеральный штаб вооруженных сил Украины сходятся в цифрах, там плюс-минус есть некий. Но неужели это для Российской Федерации ничто? А я напомню, по состоянию на данную минуту, на момент нашего с вами разговора 80 860 человек личного состава уже ликвидированы на территории Украины. Это имеется в виду военнослужащие Российской Федерации. Вам слово, Владислав. Олег, вы знаете, ситуация на самом деле парадоксальная, потому как перед началом полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины считалось, что критической цифрой потери Российской оккупационной армии в ходе этого конфликта будет цифра в 12 тысяч. Мы видим, что как минимум в 7 раз эту цифру превзошли российские оккупанты по части потерь. И тем не менее, россияне готовы с оружием в руках и принимать участие в так называемой специальной военной операции. Но я так понимаю, уж коль пока терапия украинских артиллерийцев не работает в достаточной степени для того, чтобы излечить глубоко больного российского общества, значит, боевая работа украинских артиллерийцев продолжается и далее. Тем более, что участков ожесточенных боев, там, где активно используется именно артиллерийская компонента, более чем достаточно. Я думаю, что в перспективе российский мартиролог потерь будет возрастать кратно. Поясню почему. Сейчас огромное количество тех самых чмобиков попадает в боевые порядки. То есть военнослужащих, которые по факту не имеют боевого опыта, соответственно, среди этих категорий военнослужащих потери будут особенно велики. Поэтому думаю, что в ближайшие полтора, скажем так, месяца на территории Российской Федерации будут идти мероприятия по призыву военнослужащих на срочную военную службу, а далее путинская армия будет вынуждена продолжить ту самую частичную мобилизацию, потому как за ближайшие полтора месяца мартиролог российских потерь вновь увеличится. Владислав, вот мы сегодня говорили в эфире с Иваном Яковиной. Он не военный эксперт, он журналист-международник, но я ему задал вопрос, а что же в итоге побеждает, качество или количество? На что Иван сказал, что количество побеждает качество. Я лично имею другую позицию, но мне именно ваша позиция сейчас важна, интересно, так как профильного эксперта, военного эксперта, количество так называемых частично мобилизованных, либо же качество вооруженных сил Украины сейчас в нынешних условиях является приоритетом и победоносцем. Олег, давайте будем справедливы к формулировкам. Совершенно очевидно, что при всяких прочих равных условиях качество всегда превосходит количество. Но мы тут должны учитывать, что фактор количества, российская пропаганда заявляет о том, что порядка 300 тысяч они поставили под ружье, это достаточно весомый фактор, и в этом контексте не факт, что качество профессиональной украинской армии будет способна полностью перемолоть всю эту группировку российской оккупационной армии. И тут, собственно говоря, снова становится актуальным вопрос о необходимости продолжения, во-первых, мероприятий по мобилизации на территории нашей страны, это очевидно, ну и плюс активизации переговорного трека по части получения дополнительного и вооружения, и боеприпасов, и вооружения. Искренне надеюсь, что очередной Рамштайн, седьмой, цифра 7, всем известная, счастливая цифра, будет трансформирован, в конце концов, в кратно большие поставки вооружения и техники от наших западных партнеров. Тем более количество участников, более 50 стран, я имею в виду именно формата Рамштайна, позволяет нам на то надеяться. Еще очень важный момент. Мы сейчас видим, и вся Украина радуется тому, что город Херсон полностью освобожден от российских военных. Далее, на чем акцентируют внимание и президент Зеленский, и главнокомандующий вооруженными силами Украины, господин Залужный, на этом останавливаться вооруженные силы Украины не будут. Цель – возврат контроля над границами по состоянию на 1991 год. Но, насколько я знаю, бои по два берега – одни из самых трудных. Если я не ошибаюсь, труднее только вести бои в городских условиях. Как здесь быть? Какое оружие нужно? И есть ли оно? А теперь, Олег, мы с вами должны понять буквально следующее. Я уверен, что в Генеральном штабе вооруженной силы Украины работает и занимается планированием абсолютно адекватные должностные лица, которые совершенно четко понимают, что форсирование Днепра в ноябре – это такая себе история. История Украины помнит события далекого 1943 года, когда советская армия штурмовала, форсировала Днепр с целью деоккупации Киева от немецко-фашистских захватчиков. Тогда советская армия понесла катастрофические потери. Там счет шел на сотни тысяч солдат и офицеров. Уверен, что в этом случае украинская армия не будет действовать по тем же калькам и лекалам. Не наш это формат, не наш алгоритм действия. Будут реализовываться иные асимметрические действия, направленные на деоккупацию юга Украины. Речь идет и за юг Запорожской области, и, соответственно, за юг Херсонской области. Каким образом будут действовать украинские силы обороны, я думаю, что мы с вами узнаемся постфактум. Ну, это и логично, потому как рассказывать про военные секреты, наверное, не совсем будет верно, потому что таким образом мы создаем проблемы для украинских воинов, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу землю. Поэтому думаю, что контрнаступление будет идти. Огромное количество достаточно уважаемых экспертов утверждает, что докупация территории нашей земли будет продолжаться. Она будет идти достаточно импульсивно. Тут я могу только лишь добавить, что интенсивность тех самых боевых действий, она напрямую зависит от объема поставки военно-технической помощи от наших западных партнеров. Но то, что враг будет уничтожен в том числе и на юге Херсонской области, а далее до оккупации будет продолжаться временно оккупированной Крымой и Севастополя, это для меня очевидно как божий день. Бен Ходжес об этом говорит, американский генерал с командующими американскими войсками в Европе, о том, что далее Мелитополь, Мариуполь, уже в январе причем называют, даже такие даты мистер Ходжес. И после чего, по его словам, начнется этап освобождения Крыма вооруженными силами Украины. По данным Генерального штаба вооруженных сил Украины, по состоянию на 13 ноября, в вечерней сводке была фраза о том, что российские оккупационные войска в Мелитополе сооружают оборонные абсолютно разные места, где могут обороняться, места, где могут защищаться, скажем так, от контрнаступательных действий вооруженных сил Украины. Мелитополь, он находится далеко от начала левого берега, скажу так, к Херсонской области. Да, это 70 километров, если мне не изменяет память, от ближайшей точки, где находится вооруженная сила Украины. Можем ли мы говорить о том, что возможно? В генералитете российская армия готовится совершать очередные, не скажу жесты доброй воли, потому что все жесты доброй воли, они напрямую зависят от эффективных действий вооруженных сил Украины. Но вот эти отводы войск в ближайшее время, как говорит Ходжес, до января, они, в принципе, возможны. Да, совершенно логично. И уж в том, что Бен Ходжес является высококлассным экспертом и аналитиком, и его прогнозы чаще всего становятся по самореальности, в которой мы живем, это для меня очевидно. Поэтому не факт, что украинские силы обороны будут действовать линейно, как я и сказал, они не станут форсировать Днепр для того, чтобы двигаться далее от Олешек южнее, в сторону временно оккупированного Крыма. Есть иные пути и направления, по которым будут действовать украинские силы обороны с целью выдавливания российских оккупантов с территории нашей земли. Хотя я думаю, что в этом контексте, я думаю, в первую очередь следует рассматривать вариант не выдавливания российских оккупационных войск, а уничтожения. Потому как, очевидно, враг, который убежал, в дальнейшем может принимать участие в боевых действиях на иных участках фронта. А враг, который уничтожен, уже нигде, ни в каких боевых действиях принимать участие уже не будет. Американский институт изучения войны по состоянию на 12 ноября, аналитики этого института говорили о довольно разношерстной кампании. Ныне в российской армии, это так называемые корпуса, так называемых группировок ЛДНР, это частично мобилизированные россияне, которые, возможно, даже не хотели становиться частью вооруженных сил Российской Федерации. Ну, так повернулась судьба, что они живут в России и стали жертвами незаконной мобилизации в Российской Федерации. Кадровые военные, контрактники, вот такая разношерстная кампания, она вряд ли сможет проводить успешные действия на поле боя в Украине. Вы как военный, который знает, как это, иметь состав, который, скажем так, собран из разных представителей, разных глубинок, разных мест, и по происхождению, и вообще по роду войск. Насколько влияет на целостность боевых действий, целостность тактических действий войска любого на любом направлении, вот такая разношерстность? Ну, безусловно, все, что собрано из дерьма и палок, она малоэффективна. Но тут бы я не стал недооценивать российскую оккупационную армию, потому как тех самых палок и прочего уж очень много у россиян. Огромное количество личного состава, плюс достаточное количество вооружения, пусть и устаревшие, но, тем не менее, боеприпасы у них есть в наличии. С учетом того, что россияне до сих пор имеют возможность держать темп артерийского огня на уровне 20 тысяч наряда в сутки, это серьезное давление на украинские силы обороны. И не напрасно президент Украины, верховный командующий вооруженным силам Украины Владимир Зеленский говорит, что сейчас на восточном фасе российско-украинского фронта фактически пекла. Очень тяжелые бои. Поэтому в любом случае недооценивать военный потенциал российской группировки, которая принимает участие в так называемой специальной военной операции, не стоит. Но и сомневаться в боевых возможностях украинской армии также не стоит, потому как и боевой опыт, и военно-техническое обеспечение наших сил, и готовность к боевым действиям в зимних условиях. Вот тут у нас с этим как бы все хорошо. Нам больше боеприпасов поболее, и все будет идти в рамках контр-раступления намного живее и динамично. Владислав, если говорить о бахмутском направлении, это самая горячая точка сейчас как раз на карте Украины. Вот я смотрю прямо в онлайне карту города Бахмут и как раз дорожные узлы, которые там находятся. Я не понимаю тактичную цель Российской Федерации туда стягивать всех военных, учитывая то, что с херсонского направления, по словам Суровикина, направят как раз на бахмутское направление для укрепления позиций, для усиления наступления. Скажите, пожалуйста, почему так Российской Федерации важен Бахмут и вот именно эта часть, этот город, узел, который, ну я кроме большого такого перекрестка дорожного, я не вижу больше там каких-то таких огромных железнодорожных путей для там переброски военной техники. Вот тактика в чем? Олег, не ищите логики в этих всех событиях. Я вам открою сейчас военную тайну, причем это военная тайна Российской Федерации. Дело в том, что лично Пригожин пообещал Путину, что он возьмет своей частной армией в бахмут. И именно поэтому десятками и сотнями трупов сейчас выстрелены боевые позиции вблизи украинских сил обороны. Именно трупами забрасывает сейчас Евгений Пригожин все подступы к украинским позициям, которые занимает 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр». Очень крутые наши ребята, но бои там идут крайне тяжелые, потому как Россия не считается с потерями, потому что Пригожин пообещал Путину захватить бахмут. Получится ли у них это сделать? Нет, не получится. Сейчас регулярно российская армия начинает постепенно перебрасывать дополнительные резервы на это направление. Ну и, соответственно, украинские силы обороны, понимая ситуацию, думаю, укрепят наших ребят, которые долгое время находятся на этих позициях. Поэтому количество трупов с российской стороны будет кратно увеличиваться, но бахмут они не возьмут. И еще момент, Владислав. Сейчас, в силу того, что российская армия потерпела огромного поражения на Херсонском направлении, я мониторю постоянно российские СМИ. И от военных корреспондентов, от военных экспертов разного разлива Российской Федерации слышны такие месседжи, что вплоть не до того, что Украине нужно объявлять официально войну, и нужно привлекать, если я не ошибаюсь, срочников и постоянную армию. Если я не ошибаюсь в формулировках. Я правильно понимаю, что они сейчас, по их мнению, не используют срочников и резервную армию? Олег, во-первых, я вам искренне сочувствую, потому как читать российские паблики... Согласен. Это тяжело. Это крайне сложно. Не ищите логики. Абсолютно очевидно, что война, которую развязала Российская Федерация в феврале 2014 года, это гибридная война. И одной из важных составляющих этой войны, этой агрессии, является информационная агрессия. Поэтому для внутреннего рынка, для внешнего информационного рынка используются разные месседжи информационные для того, чтобы создать ту или иную почву, либо же поддержку действия российской оккупационной армии. воспринимать за чистую монету, воспринимать за правду все, что говорят российские военные чиновники, либо же просто чиновники, не стоит. Всякий раз, когда российские чины открывают рот, знаете, они в рот. Владислав, вам огромное спасибо. Очень приятно с вами общаться. Спасибо вам за то, что вы находите время присоединиться к нашему эфиру. Я напомню нашим зрителям, военный эксперт Владислав Селезнев был на прямой связи с нашей студией.